и прикиньте мы пока едем кое-куда купили авиабилеты у каждого человека есть мечта а еще лучше когда есть мечты и очень важно их осуществлять это мои родители они никогда не были за границей никогда не видели средиземного моря и никогда не отдыхали во все включено основной их отдых это отдых дикарями на различных водоемах и это очень классный отдых но есть одно но у тебя все равно есть быт готовка стирка мытье посуды и так далее и мы очень хотели показать им что можно отдыхать по-другому когда тебе не нужно думать ни о чем тебя привезут отвезут накормят уберут и ты будешь отдыхать по-настоящему просто наслаждаться своим отпуском это было очень непросто ведь у родителей так и у многих куча страха в голове мы уговаривали их несколько лет сделать за граники все остальное мы сами организуем и оплатим и вот у нас получилось они их сделали но отпуск был под угрозой так как мы поздно выехали и эти еще поломки в пути ох говорю и не верю приятного просмотра вот это утро вот это я понимаю тохталы открылась ведь какая красота вот мы собрались и едем встречать родителей все дружно я думал я один поеду в итоге все захотели насенка хочет реакцию посмотреть дети понятное дело соскучились вот но сначала нужно будет обязательно помыть машину потому что такая грязная цель раз в московской области что мы пока ехали дожди дожди грязь в турции есть мойки самообслуживания находится вообще на каждой заправке в данном случае на бипихе были представляете раньше мы тачку мыли 4 лиры стоила вода 4 лиры пена сейчас один жетон стоит 40 лир нам осталось буквально три минуты до заезда в аэропорт он вот тут находится и мы в лучших традициях трансфера вот так вот остановились и ждем не ну а чё так на самом деле делают все трансферы и вообще наверно в любых странах никто на проход когда люди выходят просто это прикол кстати да я вот помыл машину ужас ужас пена такая стремная начинка не отмыло короче вот такая история вот сейчас жесть ух даже не верится родителям приземлились мы пока ехали заехали пачку такую айрана там 16 что ли этих больших айранчиков и купили естественно смиты самолете не кормят это победа как всегда сейчас их встретим с семитами и с айраном более даже не верится вообще что они сейчас будут в туркише офигеть мой женя я внимателен сейчас будем смотреть где они так что срочно едем прикиньте не знаю как давно но анталии открыли 2 интернациональный аэропорт он находится дальше и мы наверное минут 30 сейчас друг друга искали я говорю подойдите к бургер кингу они подходят и я там стою мы короче 30 минут друг друга искали потом сообразил я локацию мне уже отправили я понял что какой-то второй интернациональный аэропорт мы туда стартанули 3 километра он от от старого вот и встретились ну чё нормально долетели ты-то чё ты спал всю дорогу ничего необычного просто у детей перемена что может быть лучше перемена да еще и с таким видом этот я понимаю родик решился давай кажется кто-то недовольный вот это рыба вообще что творит этот родион чтобы понимали он в легкости переплывает вот этот бассейн туда и обратно вообще спокойно вот так вот как это кролем правильно называется офигеть и вот пока все кайфуют там наслаждаются купаются в бассейне я продолжаю делать контент свою работу ведь в последних выпусках вы постоянно задаете вопросы а будет ли дублироваться контент на другие площадки когда других социальных сетях выйдет какая-то статья или новое видео ну и вот все в этом роде и вы даже не представляете насколько трудозатратно дублировать просто дублировать контент на другие площадки я уже молчу про создание самого контента про создание идеи написание статей монтаж видео и так далее серьезно у нас бывают такие даже дни когда мы целый день проводим в компьютерах и да я уверен что менеджер он закроет ряд вопросов упростит нам жизнь и это наша будет точка роста но я для начала решил попробовать нейросети почему нейросеть ведь на самом деле искусственный интеллект он уже вообще просто овладевает всеми какими-то инструментами ресурсами и он стал полноценной частью нашей жизни это вообще прям тренд 2024 года и сейчас на самом деле самое время вот и изучить все вот эти нейросети как это все устроено а в ближайшие 10 лет это только будет набирать обороты поэтому конечно нужно изучать это сейчас чтобы потом было проще работать в разных индустриях я уже даже знаете что делал самостоятельно протестил некоторые нейросети и вот например у нас на яндекс зене некоторые статьи уже написаны при помощи искусственного интеллекта а некоторые превьюшки на наши выпуске главной фотографии также сделали некоторые нейросети но все же знаний по нейросетям у меня к сожалению мало так как если было бы их много скорее всего многие вот эти процессы можно было бы автоматизировать и освободить себя таких трутин и вот как раз копаясь в компьютере после того как детей как-то уложил нашел классный вебинар совершенно бесплатный где будут подробно рассказывать про нейросети как их использовать своей работе в творчестве и также там буду даже рассказывать как зарабатывать на нейросетях у меня просто есть несколько запросов очень хочется как раз на вебинаре на этом разобраться в следующих моментах например было бы неплохо разобраться в том как сгенерировать контент план там я не знаю на 10 дней вперед за какие там считанные минуты либо разобраться над тем как генерировать уже готовые текста за считанные минуты и попробовать еще и на этом заработать ну и конечно же создавать уникальные какие-то картинки фотографии за считанные минуты это тоже очень важный момент общем друзья мои я иду на этот вебинар приглашаю и вас он совершенно бесплатной даже если вам это не нужно я просто рекомендую посетить чтобы вообще хотя бы понимать что такое нейросети и что они могут ведь на дворе сейчас 21 век в самом разгаре со всеми его новейшими технологиями ссылку я оставлю на вебинар в описании переходите и присоединяйтесь родители получается вообще с корабля на бал подарок ибрагима окей начинается наша любимая турецкая ночь смотрите какой огромный стол это стол для нас для тех кто купил здесь жилье специальные гости вот шивую музыку сегодня турецкая ночь какая-то лютая движуха у нас нашим столом гостей просто тьма кого только нету вообще танцуют уже все наши дорогие гости танцуют уже наши дорогие гости и 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 а и Подходим, подходим, мамуля, давай, не заставишь это завичок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мои две самые любимые женщины. Мы быстренько позавтракали. Мы сейчас пойдем за родителями и на пляж Викинга. Нам туда можно, потому что у нас есть эти карты, но им можно, потому что они в отеле. Вот такие вот карты выдают тем, кто покупает квартиры либо вилы у викингов. Эти карты дают возможность посещать всю инфраструктуру всех их отелей, а у них, по-моему, их уже шесть. Посещать турецкую ночь, посещать пляжи. Ну, в общем, такой очень крутой бонус к покупке квартиры. Ай, вот они стоят, красавцы. Да, таксист ждут. Доброе утро! Привели родителей в магазин, летели на легкие тапки, ничего не брали с собой. Вот, и это... Пытаемся что-то взяться. Мирошки еще взяли новые, правда, не Крокса, но ладно. Крокс оригинальный маленький засранец потерял в Калмыкии. Да, Мироша? Мы приехали вот на пляж викингов. Одного из отелей, в общем. И... О, видите, какой вид здесь у них. Прям такой мини-кемпинг, можно сообразить на самом деле. Кстати, классно было бы. Так, надо это обсудить. Смотрите, да, территория это, в принципе, позволяет. Под несколько домов сделать, чуть аккуратно, уютненько. Ведем родителей. Они по браслетам, я уже сказал, а мы будем проходить по своим картам. Такой бонус есть, почему бы и нет. Да, Таван? Нифига себе. Здесь получается, вот еще кемпинг, видите, караваны стоят. И, собственно, вот он пляж. Посмотрите, какой пустой. Ну, вот людей, говорю, вот из-за того, что отель, вот мы вчера в Чем Юви, да, купались, либо, например, вот сейчас здесь. Идей все равно много. Ой, там кемпинг, караваны. Супер. Ой. Балбесенок. Ну все, мы поплыли. Вот море без волны. Вообще потрясающе. О, у нас он, Кэти, плавает. Кэти в море первый раз. В море первый раз маленький. Сама зашла. Ну как, нормально, удобно? Ага. Иди купайся. Камушки только это. На, подержи их тогда, а то она зашла. Давай. О, мы вон с собой взяли маски со Шри-Ланки. На Шри-Ланке покупали их. И с собой возим везде. У мамы спросим, как ей... Короче, она довольная. Как тебе? А? Шикарно? Рай на земле. Рай? Правильно. Именно здесь, в Кемере. Да-да-да. Рай. Особенно вот так вот. Я туда не смогу зайти с телефоном. Виды, да, тебе нравятся? Да. А? Да, виды здесь великолепные. Вот какой кайф, да? Кайф на купаться, приехать, намыться, покушать и отдыхать. Да, мы сейчас как раз валим супец. Вот, сейчас быстро приготовим. Родители закинули в отель. Им хорошо, у них отдых, соответственно. Приехал, все готовенькое, все включено, да, как говорится. Кстати, еще заехали в магазин, купили кофе. Мы здесь покупали турецкий кофе. Как он там? Они разные бывают. Сейчас, достань, пожалуйста. Ну, в общем, вот такой вот мы купили, но в нашей кофемашине он готовится очень так себе. Ну, и кто пил хоть раз турецкий кофе, значит, что он достаточно такой специфический. Вот Тошиба прикольный. 119 лир стоит, собственно, эта цена даже подешевле, чем у нас. Ну, грубо говоря, на 3 там умножаем там. 300-280 рублей. Это Чиба. А я что сказал? Тошиба. Ой, ну пусть будет теперь это Тошиба. Тошиба кофе. Да, Чиба. Просто Чиба не платили за рекламу, поэтому это Тошиба. Вот. Зашли. Грестик у нас, Катька вообще это звезда. Заказали Пиде. Сейчас попробуем, ну, в смысле родители попробуют. Лахмаджун. Вот. И пойдем дальше гулять. Тут я накосячил. Мы столько заказали всего. Пидешки, Лахмаджуны. Классная здесь подача. Вот прям кафе. Клевый. Рестик прям вот в центре, в центре Кемера. Я лишь покажу то, что вот осталось. Сорян. А, ты не показал всю гуру? Да, я не показал, я же говорю, я накосячил. Сейчас посмотрим, сколько по цене. А вышло все на 1650 лир. Короче, кто в Кемере, вот, конечно, это заведение. Я прям рекомендую, потому что действительно вкусно и классная подача. Катька, короче, звезда. Смотрите, я маме говорю, мам, ты иди на набережную. И как с животными фотографируется, 500 лир фото. Вот смотрите, просто толпа собралась. И все фотаются с Катькой. Вот прикол. Родители привезли, и я такой, знаете, их личный шаттл. Катаем их туда-сюда, вот сейчас снова едем. Утрице забираем на море, поедем в очень красивое место. Мы там не были очень давно, но я надеюсь, что проезд там все-таки есть и заехать можно. О, они уж сидят, ждут. Все. Кэти, привет. Кривайка. Трансфер. Трансфер подъехал, садитесь. А еще вы на многие советуете, типа, автодом, какую-то там, хонду, я не понимаю. Вот посмотрите, насколько кайфовая машина. Родители приехали, и мы вообще не напрягаемся. Все сидят по своим местам, на всех хватает места. При этом сидим комфортно. Блин, огромное количество места, можно кучу вещей с собой взять. Поэтому, ребята, альтернатив к мультивену нету. Вот здесь поставили будку, но будка здесь стоит давно со шлагбауном. Почему-то никто здесь никогда не сидит. Потрясающий здесь хвойный лес. Бухта называется Райская. На самом деле, не просто так ее называют, Райская. Здесь очень-очень круто. Сейчас все посмотрим. Здесь также проходит Ликийская тропа. Раньше можно было вот проехать прямо на берег, а сейчас нельзя. Машину нужно где-то здесь сейчас нам тормознуть, припарковать. Вот. А мы вот сюда сейчас ее поставим. Нужно пройти, ну, буквально, сколько тут, метров 200, наверное. Но эта прогулка точно стоит того. Идешь в тенечки потрясающие. Здесь прям прохладненько. И впереди нас ждет бухта. Что может быть еще лучше. Да. Да, хорошо, что саб не тащим. А, точно. А здесь можно, кстати, накачать саб. Ну, может, потом как-нибудь это сделаем. Сейчас, конечно, это делать не совсем хочется. Потому что мы только после дороги ехали, родители после дороги. Это, кстати, как раз вопрос к тому, что кто-то нам там писал, типа, а что вы торопитесь, доехайте потихоньку и так далее. Да, но у родителей отпуск, и мы все делали для того, чтобы сюда привезти, бронировали здесь. И очень важно было успеть в эти даты, если мы бы не успели. Ну, ладно, получилось как получилось. Главное, что мы все вместе сейчас в Турции, в любимом Кемере. Чуть попозже сгоняем на нашу квартиру, которая строится. Покажем родителям вообще, что купили. Потихоньку, каждый день куда-то их возим в новые места. Но они очень кайфуют. Блин, первый раз здесь, вообще первый раз за границей. Ну, представляете, наверное, да, кто тоже никогда не был. Кто хочет, обязательно это сделайте. Мам, ты что скажешь-то, стоит вообще в Турцию ехать? Ой, я влюбилась. Стоит, стоит, стоит. Я еще на Лазурном берегу покупаю, ты говоришь, я там осталась. Так вот, ты сейчас туда идешь. Что? А ты сейчас туда идешь. А я туда, куда ты меня ведешь. Я как этот... А что тебе как? Эмит. Эмит? Вошло, вошло. Вошло. Вот раньше мы на машине приезжали вот прям сюда. Ставили тачечки вот здесь вот и прям вау. Сейчас все, к сожалению, здесь такого нету. Очень жаль. Мамулька очень хотела увидеть Лазурь. И вот она вот здесь вот имеется. Правда, вот солнце сейчас не под тем углом. Но если подняться наверх, здесь проходит Ликийская тропа. Вот видите, люди там гуляют в горах. Вот надо чуть-чуть подняться, и здесь все будет видно. Но вот уже эти пятна потрясающие. Почему мы на мелкие мышцы спрашивали? Не знаю. Ну, бухта, потому что, Тема, микропластик плавает. Проблема всех бухт. Смотри, она собрала оккупацию. Да. Катька в этом плане, да. Какой кайф. 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 Вау. Красота, красота. Ребятки, как мы давно этого ждали. Ну, какова красотища. Давай, Энстен. Да. Заходим. Ой, какая чистая вода. Вообще чистейшая вода. Потрясающая. Я не сидела. Сейчас одену. Топленькая. Что это сделать? Отпусти ее пока. Так, Темка готов изучать подводный мир. Давай, сынок. Опа. Все занырнули. А сейчас сходим вот сюда наверх. Посмотрим цвет воды. И на бухту с высоты. Вот тут вот. Вот так вот вокруг этих гор. Проходит как раз Ликийская тропа. Блин, у меня есть такое бешеное желание пройти всю Ликийскую тропу. 550 километров она. Вот может быть это в этом сезоне как раз сделаем. Потому что идешь вот так вот среди бухт. Вот этой всей красотой наслаждаешься. Но это реально, это невероятно, ребята. И вот сверху открывается та самая красота на море. Блин, это просто невероятно. Смотрите, хочется прям разбежаться и... Вон туда вот стыгануть. Смотрите, какой кайф. Вообще. Вообще. Вот это да. Какой кайф, а? Вот. Там видите, на кругах люди заплывают. Ну вот. То, что надо. Мамочка, мамочка страшно. Как же круто, когда получается исполнить какую-то мечту. Что касается плана по родителям, мы планируем им показать самые здесь интересные места в районе Кемера. Естественно, съездить погулять в Анталию, в старый город. Конечно же, им показать квартиру, в которую они чуть позже смогут приезжать и отдыхать уже не в отеле, а в квартире. А может быть, они решат отдыхать только в отеле. Да, Мирошка? Да. Да. Вот такие дела. Папа, да я могу. Да я понял. Но, Мирон, я же пишу. Мирон, я же пишу. Мирон. Самое главное, что у нас получилось по датам, потому что мы очень переживали, что у них уже начнется отпуск, а мы еще все будем в пути. И билеты мы не покупали до тех пор, пока мы не окажемся уже в Турции. И вот как только мы оказались в Турции и были уже в Кони, только тогда мы купили им билеты. И мы купили им билеты, и на следующий день они уже вылетали из Москвы к нам. Прикиньте. Вот. Вот так вот. Это все дело проворачивали. Стрессово, но получилось. Ну все, до нового выпуска. Пока. Стрессово, но получилось.